Всем здарова народ, с вами Варчик. Вот и закончился второй сезон ранговых боёв для меня лично, поскольку я прошёл все ранги, набил все шевроны и в принципе всё. Этот сезон оказался легче, я потратил намного меньше боёв, результат был лучше, поскольку я сделал выводы с прошлого сезона. Первый сезон был намного дольше для меня, был намного хуже, жопа горела от него дольше. Но во втором сезоне жопа горела моя так же ярко, как и в первом, но не так долго, поскольку боёв я сыграл в два раза меньше. Итак, общая эффективность 97-78. Это примерно в два раза хуже, чем топовые места первые. То есть есть куда расти. Я занял всего лишь 4385 место, судя по картошке на этой бильберде. Это довольно-таки средненький такой показатель. Я им особо не горжусь, я чего-то там сверхъестественного не достиг. Просто, если кому-то интересно, расскажу свои мысли. Какие выводы я сделал после первого сезона, и почему во втором сезоне у меня был результат лучше, а боёв я сыграл в два раза меньше. Открываем достижения, статистика. В статистике выбираем ранговые бои. Здесь второй сезон и первый. В первом сезоне эффективность игры всего лишь 73%, во втором сезоне 97%. В принципе, рост заметный. Боёв в первом сезоне сыграно 307, во втором 180. Намного меньше сыграл во втором сезоне. При том, что можно было ещё чуть лучше, если бы мне не было так лень играть. Кто видел стрим, тот видел, какой я бильбердой занимался в бою. Но я сам виноват, сам так играл. Поэтому никакие отмазки тут не катят. Сыграл на такой вот средненький никакущий результат. Значит, это мой результат. И никакие там отмазки придумывать я не собираюсь. Вот так я сыграл. Зато мне есть куда расти. Причём расти в два раза выше. Чтобы достигать каких-то вменяемых результатов в этом режиме. Непонятно, правда, зачем оно мне надо. Ну, пусть будет. Выживаемость мы видим, что у меня подросла. Было 40, стало 47. Процент попадания тоже 74, стал 78. Чуть-чуть подросло. Всё это благодаря тому, что я практически перестал играть на тяжёлых танках. Коэффициент уничтожения врагов тоже вырос. Был в первом сезоне всего лишь 1,7. А в этом сезоне 2,5. Я чётко пересел на СТ-шки. Причём на самые ватные СТ-шки. Катал на Леопарде, на Прожета в основном. Два самых часто катаемых танков у меня в этих ранговых боях. Был Прожета и Леопард 1. На этих двух танках в основном я играл. Иногда пересаживался на Чифтена. Несколько боёв там всего лишь сыграл. Просто так для разнообразия от нечего делать. Считаю, что с первой поставленной для себя задачей в ранговых боях уменьшить количество боёв, как можно меньше сыграть, я выполнил сам для себя. Практически в два раза я сыграл меньше. Считаю, что сам для себя придуманную задачу я выполнил. Буду работать над тем, чтобы как можно меньше боёв играть в ранговых боях. Не потому, что так результаты увеличиваются и статистика в ранговых боях растёт. А потому, что мне просто не хочется много играть в ранговые бои. И я придумаю для себя, как легко, с минимальными ресурсами пройти ранговые бои. Надеюсь, в третий сезон ранговых боёв я пройду ещё за меньшее количество боёв. Также у меня ещё была вторая поставленная задача в ранговых боях. Это сыграть без потери серебра. Я полистал свои стримчики. Их там было довольно-таки много. Иногда я катал по 5 часов. Последний стрим был 8 часов. Но ещё было целых несколько стримов. Там всего лишь по полтора часа. Там один стрим у меня жопа сгорела. Было вообще 20 минут всего лишь. Так вот, посчитал я, сколько было серебра в начале стрима. И в конце стрима, каждого стрима ранговых боёв. И я насчитал, что примерно 3,5 миллиона серебра я нафармил. То есть, я в минус не ушёл. Я нафармил. За 180 боёв в этом режиме я нафармил 3,5 миллиона серебра. Всё потому, что когда ты там проходишь ранги, там в награду даётся серебро, боны, золото и так далее. Также ещё было нафармлено 8 тысяч бонов. И теперь у меня 10 тысяч 800 бонов. Что приближает меня к покупке 121Б. Чисто для вас постримить его. Может быть, пока я насобираю эти боны, что-нибудь более интересное куплю. Может быть, приберегу их на потом. Но я бы чисто для вас постримил бы 121Б. На данный момент нет ещё такого интересного, чтобы можно было вам постримить, чего ещё не было. Теперь давайте посмотрим пару боёв интересных, которые мне больше всего понравились в рангов боях. Итак, первый бой, который хочу вам показать, это карта Мураванка. Тут довольно-таки старая позиция. Будет использована мною. Но, может быть, вам будет интересно. Она хоть и старая, но не так уж и часто её используют. Хотя, встречается такое. Вы могли её где-нибудь довидеть, даже в ранговых, даже в рандоме, на ГК, где угодно её можно увидеть. Иногда её используют. Иногда для того, чтобы натяжек и бортом потанковать. Иногда, чтобы посвятить на чём-нибудь. Смотря какие задачи поставлены и какой это бой. Итак, позицию мы в этом бою увидим. Что хотелось бы мне ещё про ранговые бои поговорить. В принципе, работу над ошибками и какие-то выводы после первого сезона я сделал. Сделал я следующее, что на тяжёлых танках без голды особо не повоюешь. А для того, чтобы играть на голде, нужно играть агрессивно, нужно играть активно. Для этого нужен опыт игры на десятках, которого у меня в последнее время очень мало. И поэтому я просто на фулл голде в ранговых боях не вывожу, и мне жалко серебра. Но, если посмотреть статистику людей, которые на первых местах, которые там за 50 боёв ранговые бои заканчивают, то они играют на имбовых тяжёлых танках. Допустим, на Чифтане, на ВЗ-111-5А, на советских некоторых тяжах, типа 277-й или 260-й. В основном на таких танках примерно играют, там немножко они в разнобой миксуют эти танки. Кто-то на одном больше играет, кто-то на другом. В общем, на первых местах, в основном, если там первые строчки полистать, у многих будут имбовые тяжёлые танки. И это совсем другая игра, не такая, как у меня. Я вообще в такое не играю. Тяжи на фулл голде в ближнем бою, я уже не помню, когда в последний раз в такое я играл. Поэтому после первых ранговых боёв я сделал вывод, что моё любимое это СТ-шки. Игра от скорости, там кемперить, менять позиции и, в принципе, всячески помогать своей команде на флангах. Это то, что я люблю. Мне нравятся точные чёткие пушки, которые меня не бесят. Тем более, я хотел поиграть без голды. В принципе, я поиграл без голды. И нафармил 3,5 ляма серебра. Плюс ещё прошёл за 180 боёв. Это, конечно, многовато, но это практически в два раза быстрее, чем в первом сезоне. Во втором сезоне всё получилось намного лучше. Мне, в принципе, хоть и немножко поташнило, да даже не немножко, а сильно от ранговых боёв. Но я их, в принципе, прошёл. И хоть и горело ярко, но зато недолго. Ну и, в принципе, самое главное, что я сделал по выводам, это то, что главное в ранговых боях, это добивать фраги. Конечно, урон ещё важен. Конечно, и подсвечивать там, и побеждать тоже было бы неплохо. Поэтому, СТшки с точными имбовыми пушками, это самое то, что лично для меня подходит, чтобы поиграть просто на расслабоне. Не напрягая, в принципе, себя, играть в то, что мне больше всего нравится. И при этом без голды. И ещё подфармить серебреца. Конечно, результат вышел средненький. Потому что, в принципе, тренды картошки зовут нас садиться на имбовые тяжи, заряжать фулл голду, ехать в ближний бой. Просто выносить всем лицо и ехать дальше. Но также ещё проанализировал первый сезон. Понял я то, что за фраги дают очень много опыта. Крайне много. Буквально пары фрагов достаточно, чтобы быть в топе по опыту. Поэтому голды много не надо, чтобы делать фраги. Нужна точность. Нужна офигенная пушка. Скорость, чтобы приехать туда, где я могу сделать безопасно этот самый фраг. Вот поэтому я, в принципе, и играю на том, на чём я и играл. Эти ранговые бои почти все я провёл на Прожетто. В прошлом бою, в принципе, там больше ничего интересного не будет. Поэтому сразу переходим к следующему бою. Это Эль Халуф. Самый последний бой в ранговых боях второго сезона. И самый последний бой принёс мне последний шеврончик. Даже он бы принёс мне и два. Но, в принципе, не важно. Сыграл я здесь сначала так вот. Уже 8 часов там стрима было. Это всё я стримил. Это был последний стримчик. Восьмичасовой он получился. И я уже на восьмой час играл вот так вот. Чё-то вроде соображал, но иногда буксовал. Короче, там такая каша была. Сейчас я очень сильно обосрусь. Ну, а потом, в принципе, к концу боя соберусь и нормально доиграю. Итак, давайте теперь поговорим про то, что мне не понравилось в ранговых боях. И сработали ли изменения в ранговых боях, которые разработчики сделали. Что разработчики сделали в ранговых боях? Что они хотели этим добиться? И вообще, помогло ли оно? Разработчики, во-первых, добавили несгораемые шеврончики, Незгораемые ранги. И легче стало, в принципе, пройти этот второй сезон легче, чем первый. Поскольку вы не всегда спускались катастрофически вниз. А иногда вам некоторые ранги помогали сохранить шеврончики. Потому что они были несгораемые. И что показало нам это всё? Нам это всё показало то, что сыграло в три раза больше людей в ранговые бои и дошли до конца. В три раза больше людей дошло до конца. То есть, это изменение, по сути, сделало чуть интереснее в плане наград и в плане прохождения. Легче для основной массы. Больше людей поиграло. И тем самым больше людей получит награду. Также они ещё изменили эти самые награды в плане того, что их стало легче получить. Легче получить. Количество очков, чтобы получить танчик, осталось прежним. А вот количество этих очков, которые выдают за лиги, стало больше. И для того, чтобы получить эти самые танчики и награды, нужно уже не такие жёсткие лиги занимать. И, в принципе, там всё упростилось. Я точно там ничего не запоминал. Там очень много всякой билиберды понакручено, понаверчено. То сначала была одна информация, что если ты не сыграл один сезон, ты не сможешь получить танк. Теперь информация поменялась. Если ты первый сезон пропустил, то следующий сезон тебе нужно что-ли в серебро попадать. И ты получишь танк или как-то там так. Так, сначала было известно то, что нужно все сезоны отыграть, хотя бы до конца дойти. Теперь оказывается первый. Многие пропустили, потому что он конченый. В плане того, что никто не захотел его до конца доигрывать. И там всего лишь 10 тысяч или сколько там вообще понты людей сыграло до конца. Поэтому они упростили очень сильно. И теперь танчик получит намного больше людей. Короче, когда уже началось событие и набегу изменять условия. Это конечно, я у себя в голове держал еще те первые, так сказать, правила этого режима. Теперь они изменились. Я не заметил в какой они момент там изменились. Теперь оказывается их легче получить эти награды и танк там. Короче, ну да, хорошо, больше людей сыграло. Да, 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 это классно, отлично. Но обидно, что я пропустил этот момент. И немного вот был не в курсе. Был не в курсе. Потом во время стрима 8-часового я там уже под конец стрима прочитал там. Но я у меня уже башка не варила. Я, честно говоря, не помню, что я там запомнил. Прочитал какую-то хрень, что танк легче получить. И то, что можно было, оказывается, пропустить один сезон. Но все равно получить танк. Ну или как-то так. Ой, короче, если шоу в группе ВКонтакте, я репост той новости сделаю. Пусть она там будет. Если кто хочет, прочитайте. Я себе уже волову этой херни забивать не хочу. Пошло оно в пень. Следующее изменение, которое коснулось уже роли танков в бою. Они там посовывали танчики. Видите ли, они, оказывается, не подходили на свои роли некоторые танки. Ну да, действительно, ватные танки, оказывается, должны были танковать. Не знаю, какой-то кретин придумал. Короче, там такие роли были кончены. Понимаешь, очевидно, что они не подходили. Поменяли роли. В принципе, это никак ничего не сказалось. Потому что нужно набивать фраги в основном, чтобы получать опыт. Поэтому, честно говоря, эти роли могли себе в жопу засунуть. Потому что в основном фраги дают опыт и все. Если бы они срезали опыт за фраги лишний, потому что его прям дофига дают за фраги. И засунули его в опыт роли твоего танка. Если ты исполняешь роль своего танка, то ты, типа, получаешь заметное количество опыта. А так получается, что ты, допустим, на танке, который должен дамажить по чужому засвету сдалека или впритык. Дамажь, дамажь, дамажь. Ну, получаешь урон. Точнее, получаешь опыт за урон. Ну и все. А с паролей, паролей ты там по своей, ничего особо не получаешь. Люди там, которые по 8, по 9 тысяч на СТРВ дамажат урона. Типа, а что, они роль свою же вроде как исполняют. А опыта у них нифига нету. Ну, короче, такое. Самое главное все равно дамажить. Желательно по своему засвету. Плюс еще фраги набивать. Вот и все. Набиваете 4 фрага, можете себе гарантировать, что у вас уже там опыта столько, что хватит на 2 шеврончика. Что бы там в бою не происходило. Главное фраги набивать в основном. Даже можно иногда и урона мало. Поэтому, честно говоря, в ранговых боях, именно в самом бою, ни черта не изменилась. Абсолютно ни черта. Просто стало легче награду получать. И что мне больше всего не нравилось в ранговых боях, то, в принципе, и осталось. Это то, что лиги, вот эти вот все, они вообще никак не разделяют людей на слабоиграющих, среднеиграющих, сильноиграющих. Как все вперемешку в куче играли, так все в куче играют. Что это за лиги, ранги, где все играют вместе, я не понимаю. Ни в одной игре такого нету. Во многих играх есть ранговые системы. И ни в одной нету такой бредятины, как в картошке. В картошке сделано все так, чтобы вы просто прошли марафон. От начала до конца. И этот марафон называется «Понабивай шеврончики». Понабивали шеврончики, молодец, свободен, вот тебе награда. То это вообще не ранги. Это марафон на набивание шеврончиков. На 20 дней набей шеврончики и все, молодец. Это не ранговые бои. Здесь в этом режиме вообще слово «ранговые» не подходит. Тут скорее марафон на шеврончики. Для того, чтобы получить бончики. А бончики нам нужны для того, чтобы танчик там какой-то в магазин для бонов взять. Или модули. Ну и в принципе все. Потому что больше у нас уже со следующего патча за боны покупать будет нечего. Потому что инструкции переведут скорее всего в серебро. Патч еще не вышел, но раз изменения добавили, то скорее всего оно уже и выйдет. Поэтому будут инструкции продавать за серебро. И все, больше за боны нечего будет покупать, кроме танков и модулей. Все. Кто будет инструкции за серебро покупать, я вообще не знаю. И так серебро не фармится. Танки премиумные не вывозят вообще серебро из боя. Но до паек еще минусует очень много серебра. А до пайки по акции уже лет 500 не продавали. То есть картошка прям выжимает все соки из нас. И ну честно говоря, ну хз короче. Чего они добиваются? Видимо хотят выжать нас вообще полностью как тряпки. Чтоб наши аккаунты были просто на мели. Чтобы потом какие-нибудь всратенькие режимы выпускать. И эти всратенькие режимчики, хоть и не нравятся нам, но нам бы приходилось в них фармить. Потому что у нас аккаунты на мели. Вот в принципе и все. Вот все основные претензии. Ну и какашки квадратные конечно бесят в ранговых боях. Вот в принципе все. Ранговые бои они как были не ранговыми боями, так в принципе и остались не ранговыми боями. А просто марафончиком на шеврончике. Все. Поэтому вот такие пироги. Интересных боев и чего-то интересного в ранговых боях было очень мало. Бои были скучные, однообразные. Одинаковые раскатки, одинаковые поражения, одинаковые победы. Много турбо боев. Ничего интересного тут особо не было. Этот режим мне не нравится. Я бы на месте картошки не позорился. И либо доделывать его куда-нибудь бы засунул в долгий ящик, либо просто бы не позорился. Но картошка любит позориться. Поэтому в следующем году я думаю ранговые бои продолжатся. Какие опять бесполезные изменения они добавят, я не знаю. Опять наверное какие-нибудь посовывают шеврончики. Либо чуть сложнее сделать, либо чуть легче. Ну и все. Они больше ничего не могут. Они могут только совать, крутить, подкручивать, откручивать и все. Что-нибудь вменяемое делать они не могут. Буду делать выводы к третьему сезону ранговых боев. Надеюсь он будет лучше, чем второй. Но для того, чтобы третий сезон ранговых боев был у меня лучше, мне придется поменять свой геймплей полностью. Либо оставить уже рабочую схему с ватными эстэшками без голды на 180 боев для получения 4000 места. Либо пробовать переходить на тяжи, на фулл голде и пытаться пройти за маленькое количество боев. Но для этого нужна практика игры на десятках. А мне ее получать честно говоря не хочется. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Продолжение следует...